На Хоханом настало время шоколадного челленджа! Сегодня нашим девочкам Поле и Линде будет доставаться настоящая и шоколадная еда. Посмотрим, кому повезет больше. Интересно, какая вкусняшка нас ждет? Давай скорее посмотрим. Это же Принглс, обожаю чипсы! Что же у меня? И у меня чипсы! Правда, они выглядят довольно странно. Потому что мои чипсы настоящие, а твои шоколады нам обе им очень повезло. Как же я хочу поскорее съесть побольше чипсов. С ними даже весело. Смотри, я похожа на утку. Надо же, и правда похожа. Но хватит игр, пришло время слопать всю эту вкуснятину. Дурацкая банка! Зачем их делают такими узкими? Чтобы ты спросила. Пока ты там возишься, я успею полакомиться своими шоколадными чипсами. Мне тоже хочется такие попробовать. Нужно их украсть. Зачем ты это сделала? Это же мои чипсики. Чтобы украсть твои чипсы. Что же это такое, дурацкие банки? Жадность до добра никогда не доводит. Теперь сиди без рук. Нет, помоги мне, умоляю. Ладно, есть у меня одна идея. Главное, пальцы подожми, а то руки мигом отпилю. Рук нет! Отпилила! Ой, вот же они. Сработал твой план. Спасибо. Хотя руки могла бы отпилить. Надеюсь, в этот раз нас снова ждет что-то вкусное. Вот это да! Огромная шоколадная рыбка! Раз у тебя она шоколадная, значит моя будет... Ну вот, настоящей. Но я не хочу жевать настоящую рыбу. Я ее терпеть не могу. Хотя, может, с этой рыбой что-то не так, и она окажется вкусной. Нет, это мерзкая и вонючая рыба. Отвратительно. Запах из твоего рта даже я чувствую. Нет. Но ничего страшного. Я не отчаиваюсь. Меня ждет это шоколадное чудо. Выглядит вкусно. Нужно заполучить шоколад себе. У меня даже есть план, как это сделать. Поможет мне старая добрая нутелла. С помощью которой я замаскирую свою рыбу. Осталось только поменять рыбки местами. Смотри, Линда, что это там летит? Вот и все. Теперь я могу попробовать эту вкусную шоколадную рыбку. Нет там ничего. Ты меня обманула. Ты меня обманула. Фу. Почему у меня настоящая рыба? Как ты смогла это провернуть? Вот это да. Как неожиданно. Настоящая косметика. Раз твоя настоящая, значит, моя вкусная шоколадная. Оу. Не знаю, зачем нужна шоколадная косметика. По-моему, круто иметь обычную, потому что можно превратить себя в принцессу. Да уж, Поли. Немного косметики точно не помешает. Очень смешно. Ты что сделала? Ты вообще умеешь краситься? Я не знаю. А что такое? Я похожа на клоуна. Какой ужас. Не переживай. Я сейчас быстро все исправлю. Линда берет дело в свои профессиональные руки. Красота. Получается просто бесподобно. Ты будешь удивлена результату. Ты что наделала? Я будто не в шоколаде, а в... Как ты могла? Я тебе отомщу. А ну, убери руки. Не порть мне внешний вид. И это все? Настоящая картошка? А что мне с ней делать? Что делать с настоящей я не знаю, а вот с шоколадной картошкой фри можно придумать много чего интересного. Я тоже такую хочу. Но тебе не повезло, потому что шоколадную картошку буду есть я, запивая не менее шоколадной колой. Кстати, шоколадную колу я еще не пробовала. Сейчас лучшее время, чтобы сделать все впервые. Пока Линда давится обычной картошкой. Ну, ты получишь сейчас. Будешь знать, как надо мной смеяться. Ты что сделала? Да ты просто мне завидуешь. У меня появилась отличная идея. Вообще-то из обычной картошки можно сделать нечто вкусное. Например, картошку фри. Для этого мне нужно порезать картошечку на маленькие ломтики. Пора сделать пару взмахов катаной. Первая часть работы выполнена. Теперь осталось только поджарить ее на огне. Ух ты, аппетитно пахнет. Конечно, ведь прямо на твоих глазах из ничего появилась настоящая картошка фри. Мое любимое блюдо из Макдональдса. Ух ты, никогда еще не видела шоколадной ложки. А моя ложка настоящая. И что же мне с ней делать? Ты можешь поесть ей шоколад. Ах да, весь шоколад у меня. Пора бы его съесть. Как же вкусно. Ну как, хочется чем-нибудь запить. Молоко – это идеальный вариант. Особенно, если молоко шоколадное. Роскошно. Теперь я могу поесть и попить, как нормальный человек. Какая же я умная, смастерила коктейль из подручных средств. А может, моя ложка тоже съедобная? Ой, нет, как же больно. Ой, Линда, да ты лишилась пары зубов. Стоматолог Полли к твоим услугам. Открывай рот, сейчас я вылечу твои зубы. Готово. Теперь они стали не просто как прежде, а намного лучше. Поздравляю. Окей. Ой, похоже, я немного переборщила. Что переборщила? Я теперь похожа на зайца. Кстати, это хорошая идея. Нужно только кое-что добавить. Мой кактус шоколадный. Не придется им колоться. А вот мой настоящий. Может, он не будет таким колючим? Ой, нет, он все-таки колючий. Не повезло тебе. Почему же? Я не буду есть этот кактус. Будет гораздо круче, если я его выпью. Гадость, конечно, полнейшая. Да и высох он как-то быстро. Вот бы и чем-нибудь его закусить. Вот только чем. На мой шоколад даже не смотри. Все равно я не буду с тобой делиться. Даже не мечтай. Я сама хочу съесть свой кактус. Если ты такая жадная, то нужно тебя проучить. Смотри, там летит бегемот. Какая же ты наивная. Пока ты ищешь бегемота, я превращу твой шоколад в острый шоколад. Нет там никакого бегемота. Что ты с ним сделала? Я горю, пожар! Я просто хотела попробовать шоколад. Растопленный тоже сойдет. Думаешь, я оставлю это просто так? Ну уж нет. Теперь ты будто в какашках измазалась. Ха-ха! Ура! Я первая открываю крышку. Ну вот, мне досталась острая пицца. Фу. А у меня шоколадная. Смотри, сколько в ней разных вкусняшек. Повезло тебе. А вот мне придется мучиться и есть эту бяку. Надеюсь, она не очень уж острая. Фу, какая гадость. Она, конечно, не такая уж и острая, но все равно очень гадкая. Линда, угости меня шоколадной пиццей. Умоляю. Нет. Нет, у тебя есть огромная пицца, которую ты не доела. Потому что она мерзкая. Раз ты не хочешь делиться, значит, эта пицца и тебе не достанется. Ясно? Твой шоколад не справится с моим феном. Так тебе и надо. Мне? Что? Зачем ты растопила мою пиццу? Ну и ладно, шоколад от этого хуже не стал. Так что мне все еще вкусно. Кажется, мой план не сработал. Кажется, у меня наконец-то получается бесконечный шоколад. Мы сможем его есть вечно. Ух ты, кажется, в твоей жиже не хватает еще жидкости из этой пробирки. Нет, ты все испортишь. Ничего я не испорчу. Ой, смотри, с шоколадом явно что-то не так. Он движется. Вот это да! Мы получили шоколадный взрыв. Кстати, у тебя все лицо теперь в шоколаде. Ха-ха. У тебя тоже. Странно, у меня даже мой айфон стал коричневым, как шоколадка. Слушай, так ведь это и есть шоколад. Вкусный, кстати. Правда? Этого не может быть. Дай попробую. Точно, шоколадка-бомба. Вот это да! Смотри, это же настоящее золото. И у меня такое же. Слушай, а у кого из нас шоколад? Мой слиток пахнет очень вкусно, так что, надеюсь, у меня. Ну, попробуй. Точно, шоколад у меня. И никакое золото мне не нужно. Да? Может, у меня тоже шоколадка? Это нужно проверить. И как шоколадка? Понравилась? Нет. Смотри, у меня все зубы сломались. Как же мне теперь жить? Да уж, натворила ты делов. Но не переживай, у меня есть план. Никто не знает, но я на самом деле зубный врач. Открывай рот, сейчас я тебя мигом вылечу. Твои зубы мне не нужны. У меня есть идея получше. Давай сюда золото. Ух ты, спасибо тебе огромное. Не за что, я все-таки врач. Давай откроем клоши с закрытыми глазами. Так веселее. Какой же Алекс наивный. О нет, острый перец я точно есть не буду. А вот Алекс съест с удовольствием. Алекс, пора открывать. Ух ты, у меня шоколадный перец. О нет, а у меня обычный. Наверное, он очень острый. Но это уже следует узнать тебе. А пока я могу попробовать свой сладенький перчик. У меня перец из чистого шоколада. Видимо, теперь я должен попробовать свой перец. Странно, он совсем не острый. Смотри, так он с шоколадом внутри. Раз у меня шоколад. Что же внутри у тебя, Барби? А что там? Это же острый перец. Помогите. Я даже не знаю, как тебе помочь. Хотя, думаю, вода должна тебя спасти. Она горячая, так только хуже. Тогда жди, сейчас вернусь. Пока ты ходишь, я и сама справлюсь. Прыскалка мне помогла. Вот, специально для тебя я принес целое ведро молока. Закрой глаза. Нет. Я уже и без твоего молока все потушила. Супер! Поп-ит это круто! Можно тыкать и успокаиваться. Согласна. Я тоже обожаю поп-иты. Но тебе не кажется странным, что мы тыкаем в оба? Один из них должен быть шоколадным. На свой я даже откусить не могу. Смотри, на нем нарисован знак. Знак вопроса? У меня тоже есть такой на одной из кнопок. Давай нажмем. Вот это уже другое дело. Теперь у меня есть не только резиновая игрушка, но еще и шоколадная кола. Внутри, кстати, целые литры шоколада. Шоколад такой вкусный, явно молочный. А это мой любимый. У меня есть идея, как совместить шоколад и поп-ит. Поп-ит это идеальная формочка, в которую можно залить шоколад и получить прикольную плитку необычной формы. Для этого понадобится всего лишь обычная морозилка. Вот и все готово. Теперь у меня есть классный и очень вкусный шоколадный поп-ит. Дай мне его хотя бы попробовать. Вот еще. Я и без тебя с ним справлюсь. А ты сиди и завидуй тому, как мне вкусно. Жадина. Хотя, чего это я так долго сижу? У меня же тоже есть кола. Ее тоже можно залить в поп-ит и получить нечто вкусное. Главное, не забыть поставить поп-ит в морозилку. Что может получиться из обычной колы? Сейчас узнаешь. Ай, больно. Смотри, что ты сделал. Я не хотел. Я просто так торопился и хотел попробовать свой вкусный кока-кольный леденец. Он же такой вкусный. Дай мне попробовать. Конечно, я не жадный. К тому же этот леденец слишком уж липкий. Я вместо него лучше съем твою шоколадку. Ладно, без меня ты все равно из оков леденца выбраться не сможешь. Тебе явно требуется моя помощь. По-моему, было весело. Согласна. Ну вот, только кактуса мне не хватало. У меня тоже кактус. Наверное, они такие колючие. Ай, и правда, очень колючие. Да, тогда мне нужно проверить свой кактус и не уколоться. Точно. Можно же просто попробовать иголочки на вкус. Как же вкусно. Это никакая не иголочка. Это же очень вкусная печенька. И здесь такая не одна. Чур последняя моя. Ну вот, мой кактус остался без иголочек. Но, надеюсь, он и сам по себе достаточно вкусный. Просто роскошный. Как и твои коричневые зубы. Поменьше болтай, побольше ешь. Мой кактус настоящий. Поэтому есть его не так-то просто. Хотя у меня есть крутая идея. Чтобы иголки не мешали мне есть, нужно их просто сбрить. Аккуратнее. Весь мусор летит прямо в меня. Прости, я не заметил. Теперь передо мной остался лысый кактус. Но зачем кусать его так, если можно попробовать взять из него самое вкусное сок? Фу, это ужасно. Я хочу попробовать. Дай мне. Да хоть все выпивай. Ой, фу. Меня сейчас тошнит. Я же предупреждал, что это очень гадко. Это худший сок из всех, что я пробовала. Ура, новый айфон. Раз у тебя он настоящий, значит у меня шоколадный. Да, точно, он на сто процентов из шоколада. Смотри, это первый в мире гнущийся айфон. К тому же съедобный и очень вкусный. Думаешь, твой шоколадный айфон это круто? А вот и нет. Круто это когда можно сделать так, что передо мной будет появляться любая вкусняшка. Все, что я захочу, будет у меня на тарелке. А можно и мне попробовать? Нет уж, я сама хочу съесть всю эту кучу сладостей. Ой, таракана мне есть вообще не хочется. Алекс, держи. Для друга мне не жалко. Спасибо тебе, Гром. А-а-а, таракан, спасите! Фу, гадость. Это же настоящий мерзкий таракан. И теперь он у Алекса на голове. Что? Нет, я не позволю меня есть. Пошел вон. Фух, мы с ним справились. Да, а в награду у меня есть еще целая куча разных вкусняшек. Ух ты! Барби, смотри. Это же настоящий фотоаппарат. Слушай, ощукни меня разок. Хочу классную фотку себе. Давай. Получилось очень круто. Алекс, а ты теперь мог бы сфоткать меня? Я тоже хочу классное фото. Да легко. О, стейби! Получилось очень забавно. Я бы даже сказал смешно. Смешно? Покажи, быстро! Что? Ну зачем ты так? Я вот тебя классно сфоткала. Ух ты! Не время печалиться. У меня тут шоколадная камера. Интересно, насколько она вкусная? Ты это видел? Она превратила очки в шоколадные. Я это не просто видел. Я эти очки еще и съем. Мне ты, видимо, даже кусочка не оставишь. Но ничего страшного. Тогда я превращу в шоколад свои ботиночки. Это крутая идея. Супер! Теперь моя старая кроссовка стала вкусной шоколадкой. Это же так круто! Можно я хотя бы чуть-чуть откушу? Пожалуйста, умоляю. А я тебе за это свою камеру дам. Нет, нельзя. Тогда я сам украду твою камеру. Нет, ты не посмеешь. Ой, что это такое произошло? Кажется, болтливая Барби теперь не скажет мне ни слова. Я могу даже ее съесть, и ничего мне за это не будет. Это так круто! И вкусно! На Хоханом ты всегда найдешь только самые крутые челленджи. Подпишись, тогда точно ничего не пропустишь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова